Redmi Note 7 провалил тесты нормальные, пока еще не готово, причем не адаптировано в том числе и под этот процессор. Чтобы понимали, выгорание AMOLED происходит только если... И здесь как раз очень интересное сравнение будет с Galaxy A30. Всем привет, друзья, вы на канале QG.ru, я Андрей, и наконец-то к нам приехал он, Redmi Note 7. И красивый дизайн, убрали вот эту традиционно кривую у Xiaomi бровь, которая очень широкая обычно была, поставили аккуратную здесь капельку, большой дисплей, стекло на лицевой стороне, интересный дизайн. Наконец-то поменяли этот чертов дизайн, который фактически в Xiaomi в линейке Redmi Note не менялся со времен Redmi Note 3. Redmi Note 3, Redmi Note 4, Redmi Note 5 выглядели сзади абсолютно одинаково. Redmi Note 6, какая-то полукопия айфона получилась больше, и вот наконец-то что-то взяли более интересное. Сзади у нас тоже Gorilla 5-го поколения, напоминаю, и стекло хорошее. Рамки, правда, при этом пластиковые, но, честно говоря, к этому придираться не будем. Еще поставили USB Type-C, наконец, на зарядку. При этом оставили разъем под наушники и оставили инфракрасный порт для управления техникой. Это вообще что-то с чем-то, для меня действительно удивительно. И прот мощный поставили, и камера основная 48 мегапикселей. Для любителей померяться пикселями это, конечно, уах, какая красота просто. На самом деле смартфон, конечно, вот именно на бумаге, когда читаешь про него, когда смотришь какое-то видео восторженных вот этих Xiaomi-сов, такой, блин, так это прям... Надо идти и брать, так он же лучше даже, наверное, чем какие-то Xiaomi, которые раньше выходили. Тем более он лучше различных Huawei, Samsung, Nokia и так далее. В общем, нам стало интересно, действительно ли он лучше. Тем более, что не так давно нам на обзор упал Samsung A30. Samsung проснулись, сильно снизили цены на другие свои смартфоны до уровня как раз там, как раз китайцев различных. Выпустили новые смартфоны с кучей интересных фишечек. Недавно мы обозревали Galaxy A30, который, в принципе, имеет объективно только один такой весовый минус. Как-то он подтормаживает при работе в самом меню, но при этом большое количество плюсов. И мне интересно стало сравнить эти два смартфона, именно потому что они близки по экранам, они близки по цене, по емкости батареи они одинаковые абсолютно. И, ну, по внешнему виду я, честно говоря, даже не знаю, кто будет здесь симпатичнее. Да, конечно, пластиковый Samsung, стеклянный Xiaomi, но, в общем, сейчас в этом видео мы подробно расскажем про Redmi Note 7, мои впечатления полноценные. И, конечно же, в процессе всего этого обзора мы будем делать отсылки к Samsung, а как там у него. И вот наглядно увидим, а все-таки Samsung или Xiaomi за одинаковые примерно деньги. Сейчас подумайте в голове, что выбрали бы вы просто за одинаковые деньги, например. А после обзора напишите, изменилось ваше мнение или нет, это интересно. Ну, конечно, посмотрите, сколько оба эти смартфона стоят в нашем магазине QQ.ru. Ссылки на Redmi Note 7, на Galaxy A30 есть под видео. Там же будет ссылка на полный обзор Galaxy A30. Рекомендую посмотреть, очень много полезной информации, потому что я с этим смартфоном ходил как с основным, и не все так просто, на самом деле, оказалось. В общем, поехали. В первую очередь, ну, внешний вид, понятно. Здесь я уже несколько отсылок сделал. Традиционно для Redmi Note линейки, хотя сейчас и Redmi 7, к сожалению, уже будет большим. Redmi Note 6,3 дюйма, смартфон не маленький, хотя рамки все-таки здесь присутствуют. Достаточно большой подбородок, достаточно толстые рамки, хотя за счет этого смартфон держать действительно удобно, и нет фантомных нажатий. Нормально обыграли, наконец, селфи-камеру. Вот этот вот маленький, капривидный вырез. И, кстати, его можно спрятать. Однако прячется в лучших традициях Xiaomi, он достаточно криво. Дополнительно к этому отступу еще пару пикселей отжирается, и уже, собственно, это все обрезается. На вот этой черной полосе все так же будет оборудоваться время, уведомление, различные значочки. Я вот до сих пор не понимаю, почему нельзя сделать, как все остальные делают. Обрезается ровно под этот вырез, и как бы дополнительных пикселей не жирает. А так, ну, странно действительно выглядит, странно все-таки. Сзади ощутимо так выступающая камера, хотя, надо сказать, что в комплекте с данным телефоном, глобальной версии, напоминаю, у нас смартфона, идет сразу чехол такого себе качества. Но за счет этого камера перестает сильно выступать. И, в принципе, учитывая глянцевое настоящее этого телефона, наверное, все-таки без чехла его использовать будет так себе идеей. Пластиковая рамка, двойной слот под две сим-карты или карта памяти, то есть придется все-таки выбирать. Type-C снизу, разъем под наушники сверху, я вот как-то привык за последние несколько лет, сколько смартфона не пользуюсь, у всех разъем под наушники стал снизу. Прорези по динамике здесь два, но динамик здесь один, поэтому второй это фальш, там находится скрытый микрофон. Ну и в целом, за внешний вид я, конечно, поставлю лайк, хотя понятно, что все-таки позаимствовали у Huawei, но хотя все у них сейчас заимствуют, и в том числе и Samsung, и все остальные. Даже Apple заимствует теперь у Huawei расцветки и какие-то отдельные идеи. Действительно, вот Xiaomi Redmi Note 7 мне нравится намного больше, как выглядит по сравнению с Redmi Note 5, Redmi Note 6. Там ощущалось, что смартфон прям недорогой. В случае с Redmi Note 7 это вот сложно сказать так сходу. Ну и, конечно, интересное решение относительно и разъем под наушники Type-C и инфракрасного порта, они действительно радуют глаз. Ну и давайте сразу сравним немножко с Galaxy A30. В данном случае по большей части сравнения будет не в пользу Samsung, потому что все-таки Samsung полностью пластиковый. Это и рамка, и задняя крышка, и она тоже очень глянцевая, хотя на удивление ляпается, заляпывается отпечатками, она несколько меньше, чем Redmi. При этом Samsung легче, то есть он прям ощутимо легче в руке, чем Xiaomi. Все-таки вот в руку ложится Samsung несколько лучше. При этом отметим, что у Samsung еще экран суточку больше. 6,4 дюйма против 6,3. Конечно, на уровне погрешности, но все-таки. И вот эта капелька, несколько, знаете, как окантовка вокруг селфи-камеры у Xiaomi толще, чем у Samsung. Важная для многих будет фишка, что у Samsung используется тройной слот под две сим-карты и карту памяти, в то время как о Xiaomi, напоминаю, надо выбирать или две симки, или карту памяти. У обоих смартфонов USB Type-C, у обоих смартфонов есть разъем под наушники. У Samsung, правда, нет инфракрасного порта для управления различной техникой, но, опять же, не знаю, как много людей пользуются этой штукой. Я знаю таких очень мало. По экрану в 2019 году даже у недорогих смартфонов, тем более у среднего класса, рассказывать сложно. Все из них хорошо. Redmi Note 7 не стал исключением. 6,3 дюйма. Решение Full HD+. Закрыт закаленным стеклом Gorilla 5-го поколения. Экран просто хороший. Хороший запас по яркости. Есть автояркость. Особо сильно не выцветает. Каких-то, не знаю, претензий к нему предъявить, в принципе, не получится. И при этом, допустим, отличие с тем же самым Samsung будет как раз в разнице технологий. У Xiaomi это обычная IPS-матрица, хоть хорошего уровня. У Samsung это Super AMOLED, фирменный самсунговский. AMOLED при сравнении в лоб с IPS будет выигрывать сильно по контрастности цветов, по цветопередаче. Для просмотра фильмов AMOLED дисплей лучше и с точки зрения качества картинки, и с точки зрения автономности. В данном случае по экрану, как мне кажется, я бы отдал все-таки предпочтение Samsung. Никаких пикселей здесь не видно, никаких засветов, и тем более, как я читал, по поводу выгорания дисплеев. Ну, ребята, как бы 10 лет прошло первое поколение AMOLED с этими лесенками на изображении, которые были. Это выгорание, ну, как бы давно уже не актуальная вещь. Чтобы понимали, выгорание AMOLED происходит только если статичную картинку одинаковую держать на нашем смартфоне при большой показатель яркости, при максимальной яркости, допустим, несколько сотен часов, а то и тысяч часов. Это несколько лет использования смартфона в одной и той же картинке. Брак возможен, но брак возможен у IPS-а. Поэтому по выгоранию, да, эти вопросы закроем. В 2019 году эта тема точно не актуальная. Ну, и, конечно, найдутся те, кто скажет, что на AMOLED слишком кислотные цвета. Есть такая штука, на самом деле. Понимаешь это именно попользуешься AMOLED, привыкнув к него, перейдя на хороший IPS, и когда обратно берешь AMOLED, такой, что, как мне это бьет в глаза. Честно говоря, читать действительно с AMOLED не рекомендую в темноте, потому что зрение, мне кажется, с большей вероятностью по сайте. Но сейчас, опять же, все это решается, меняете в настройках с адаптивным дисплеем, например, на основной, цвета остаются не такими кислотными, при этом качество картинки все остается лучше, потому что черный цвет прям глубокий. И вот эта вот фишка Samsung с All-Sown Display, когда она вроде как включена, но на самом деле выключена на дисплее, подсвечиваются часы и различные уведомления. Выглядит это действительно эффектно. У Redmi Note 7 располагается вот здесь вот внизу индикатор уведомлений, и для зарядки он тоже, при зарядке он тоже светится, начинает. У Samsung этого нет, используется как раз для этого всего именно вот эта технология All-Sown Display. А вот с производительностью Xiaomi, конечно, сильно удивили, причем в хорошую сторону поставили мощный процессор Snapdragon 660 на выбор 3, 4 или 6 гигабайт оперативной памяти. 6 гигабайт вообще здорово, но, конечно, стоит это будет уже фактически как какой-то начальный уровень верхнего ценового сегмента. Но вот в случае с версиями 3 и 4 гигабайт оперативной памяти, я рекомендую однозначно смотреть на версию с 4 гигабайт. Потому что, честно говоря, для меня удивлением стало, что смартфон на 660 Snapdragon, хотя и с собственной оболочкой. Мы же тестировали недавно Mi 8 Lite, мы тестировали Xiaomi Mi A2. Смартфоны работают очень быстро и приваривают все. В случае с Redmi Note 7, я, честно говоря, могу сказать так, что он работает, конечно, быстро, но не так, как я ожидал и как я привык видеть это на смартфонах на этом процессоре. Я, честно говоря, этим не очень приятно удивлен. Работает смартфон соно быстро, но медленнее, чем ожидаешь. И, допустим, если говорить про те же самые игрушки, я запускал здесь и PUBG, и танки, поставил Injustice. Смартфон переваривает все игры, запускает большинство на высоких настройках, но все-таки есть ощутимый нагрев вот здесь вот. И смартфон начинает троплить, и производительность несколько падает. Я не знаю, поправят это с помощью прошивки или просто это какая-то уже, не знаю, особенность конструкции. Но смартфон запускает игрушки на высоких настройках, в них можно играть даже, когда он нагревается и троплит, но все-таки более комфортно на нем играть в средних настройках. И здесь как раз очень интересное сравнение будет с Galaxy A30, потому что многие, опять же, чудесные аналитики из интернета пишут, Galaxy A30, да какой Exynos там стоит, он не работает, он тормозит, лагает, даже чистый смартфон. Ребят, смартфон, когда только включаешь из коробки, действительно Galaxy A30 работал неторопливо. Но со временем он почему-то стал работать, во-первых, быстрее, при том, что прошивка не обновлялась. Работает, конечно же, Galaxy A30, открывает различные приложения прям медленнее. Та же камера открывается чуть ли там в три раза дольше. Вот тут у Samsung 106 тысяч баллов, у Xiaomi 140 тысяч баллов. При этом у Samsung 3 габайт оперативной памяти, а у Xiaomi 4. И в играх Samsung он запускает игры, в том числе на максимальных настройках. Но играть на нем менее комфортно, потому что есть некоторые подрагивания. Он хорошо играет уже на средних настройках все игрушки. PUBG, Tanki, Injustice, вот все 3D-игрушки. И при этом он не троттлит. И поэтому играть, в случае с Samsung, на высоких настройках некомфортно, потому что есть поддергивание. Играть на Redmi Note 7 становится некомфортно после нескольких минут игры, потому что начинаются поддергивания из-за троттлинга. И на обоих смартфонах комфортно играть на средних настройках. При том, что разница в процессорах есть. И поэтому в играх, по сути, между этими смартфонами можно поставить примерно знак равенства. Вот как ни удивительно, но вот в этом смартфоне, в Redmi Note 7, процессор с точки зрения игр как-то удивил отрицательно. Ну а для тех, кому игры не важны, напоминаю еще раз. Redmi Note 7 работает все-таки чуточку быстрее, хотя использование Samsung A30 я не могу назвать прям некомфортным. Я пользовался этим Samsung не один час и не один день как основным. Я поставил у него симку, поэтому я говорю еще раз. Этот смартфон не тормозит, как в первые минуты использования. Redmi Note 7 получил батарейку на 4000 мА и Samsung Galaxy A30 тоже батарейка на 4000 мА. Но при этом надо понимать, все-таки у Xiaomi используется большой IPS-дисплей, который батарейку жрет, честно говоря, нещадно. Показатели автономности у Xiaomi тоже неплохие. В повседневной жизни его хватит как минимум на сутки активного. Действительно, насилование этого смартфона кому-то, кто не так часто использует смартфон, хватит и, наверное, на два дня. Но все-таки это обычный IPS-экран, большой это обычный батарейка на 4000 мА, поэтому больше дня выжать с полутора выжать из этого смартфона не получится. Более того, этот смартфон крутит видео и на максимальной яркости порядка 7-7,5 часов. Показатель неплохой, но, честно говоря, видели лучшее. И, конечно, именно в тесте автономности Galaxy A30 и Redmi Note 7 не оставят, наверное, практически никаких шансов. Потому что та же самая батарейка 4000 мА, но AMOLED-дисплей и даже при такой же диагонали дает ощутимое преимущество смартфона. Смартфона хватит на один день, если его даже достаточно активно насиловать, те же самые два дня. Ну, в общем, показатели в основном одинаковые Redmi Note 7. Но если вы смотрите видео на смартфонах или, допустим, читаете, то, конечно, AMOLED дает серьезные преимущества. Во-первых, по качеству картинки. Действительно, смотреть видео на AMOLED комфортнее. Если не пробовали, вы можете попробовать. И при этом Galaxy A30 на максимальной яркости крутит видео более 12 часов. А в режиме, допустим, средней яркости, которая, в принципе, аналогична IPS-овской, на максимальной яркости AMOLED действительно прям слишком яркий. Комфортно его смотреть именно на средней яркости. Он крутит видео больше 20 часов. Конечно, вроде как в режиме поседневного использования между смартфонами плюс-минус одинаковые показатели. А вот в режиме просмотра видео Samsung ощутимо предпочтительнее. Но при этом заряжается смартфон Redmi Note 7 через USB Type-C. И поддерживается быстрая зарядка. В комплекте идет 2-амперный зарядник, от которого смартфон заряжается около 2 часов. А от быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge он заряжается чуть меньше, чуть более полутора часов. В случае с Samsung показатели примерно такие. Зарядка идет где-то в районе 2 часов. Быстрая зарядка чуть более полутора. Redmi Note 7 имеет интересную компоновку камер. 13 Мп селфи и двойная камера. 48 Мп модуль от Samsung. Это иронично. И 5 Мп вторая камера портретная, позволяющая делать эти снимки с красивым размытием. У Samsung, напоминаю, 16 Мп селфи. 16 Мп основная камера. И вспомогательная 5 Мп. Ну и так начнем с селфи-камеры. Селфи-камеры, напоминаю, у Redmi Note 7 13 Мп. У Samsung 16. И вот здесь, честно говоря, надо сказать, что у Samsung мне камера понравилась чуточку больше. Потому что более какие-то натуральные цвета и, в принципе, возможности по улучшайзингу. То есть портретные снимки оба смартфонами делать, портретные селфи. И с глазу вот эти дефекты лица различные. Но как-то камера Samsung делает более натуральные все-таки кадры и более правильный цвет лица. Потому что на Xiaomi я как будто бы какой-то бледный прям труп. А вот с основной камерой надо остаться отдельно на Redmi Note 7. 48 Мп плюс 5 Мп. Но 48 Мп это технология, которая пока еще не готова. Причем не адаптирована в том числе и под этот процессор. Snapdragon 660 просто не поддерживает камеры на 48 Мп. Поэтому камера делает снимки с разрешением 48 Мп. Но делаются они путем склеивания нескольких кадров на 12 Мп в один большой. Причем, чтобы это сделать, нужно включить режим Pro и там уже какой-то снимок сделать. И я сколько это не тестировал, честно говоря, я не вижу особой разницы с обычной стоковой Xiaomi камерой на 12 Мп. Смартфон хорошо снимает. Это касается дневных снимков в первую очередь. Неплохая детализация, неплохая цвета передача. Все действительно неплохо. Ночью качество сильно падает, конечно. Больше, намного шумов появляется. Смартфон при этом с помощью искусственного интеллекта и различных алгоритмов пытается максимально все осветлить. И опять же за счет вот этой светосильной камеры. Но, честно говоря, лучше все-таки его ограничивать. И снимки ночью получаются в принципе тоже ничего. И, кстати, вот ночью использованы вот эти 48-мегапиксельные камеры в принципе противопоказаны. Ребят, даже не пытайтесь. Склеит какое-то фигня, получится. Мешанина полная. А вот если сравнивать с Galaxy A30, Galaxy A30 делает менее детализированные снимки. Это надо понимать, что вот любители вот это вот поразглядывать какие-нибудь пиксели и детали на снимке однозначно выберут Xiaomi. Но при этом снимки на тот же самый Samsung одинаковые. В одинаковых условиях получаются как будто бы красивее. Вообще давно известно, что Samsung любит раскрашивать этот дополнительно как-то кадр. И вот здесь, конечно, проявляется то, что как будто бы с Xiaomi камерой не хватает элементарно цветов. А у Samsung их, наверное, может быть даже чуточку больше, чем нужно. И для использования снимков, допустим, где-то в соцсетях и так далее, Samsung как неудивительно подойдет больше. Там никто не будет разглядывать ваши снимки на предмет деталей, каких-то читаемости, текста и так далее. Они будут смотреть на то, как, ну просто будут смотреть, красиво снято или некрасиво. И вот Samsung сразу же делает просто красивее. А вот для тех, кто хочет обрабатывать снимки, наверное, больше пойдет Xiaomi. По части видео, честно говоря, ни один из этих смартфонов не могу сказать, что снимает прям круто. Нету здесь ни оптической стабилизации, есть электронные. Оба смартфона пишут видео только Full HD, никакого 4K. И, ну, это явно не те смартфоны, которые прям надо брать ради видео. Есть проблемы какие-то с экспозицией, картинка подрагивает. Смартфон нормально снимает видео за свою цену и тот и этот. Но чудес здесь нету, просто элементарно нету. Отдельный, конечно, в этом всем вопрос, конечно, напишут наверняка в комментариях про Redmi Note 7 и Google Camera. Google Camera в некоторых режимах просто вылетает. Она не умеет делать снимки в 48 Мп, она делала снимки только в 12 Мп. Она не умеет снимать видео, то есть для видео вам все нужно будет запускать родную камеру. И получается, что вам на смартфоне, во-первых, нужно иметь два приложения для камеры, приноровиться, чтобы понимать, какую камеру лучше запустить в данный момент. Сейчас пока что вот смартфон только вышел и вроде как открыты еще те библиотеки, которые позволяют Google камеру поставить. И снимки на Google камеру действительно получаются лучше. Но как много людей будет с этим заморачиваться? Большинство хотят купить смартфон, достать его из коробки, включить камеру, сделать снимок и выложить куда-нибудь в Instagram. Для большинства этого абсолютно хватит. Но для тех, конечно же, кто хочет получить максимальное качество фото за минимальное количество денег, Redmi Note 7 определенный выбор. Читайте, как поставить Google камеру, сидите на форумах и будете счастливы. Но даже с Google камерой чудес ждать не стоит. До флагманов этот смартфон сон не дотянет даже с Google камерой. И сказывается все-таки достаточно дешевая оптика. И здесь уже никакая программа до конца не выручит. В сложных условиях, в видео, топовая камера в основном будет лучше. В случае с прошивкой просто скажу про Redmi Note 7. Не буду сравнивать с Samsung, каждому свое. Redmi Note 7 работает на Android 9 версии с оболочкой собственной компании Xiaomi MIUI. В данном случае я, кстати, в руках держу сразу глобальную версию. Поэтому работает последняя прошивка. Честно говоря, в работе самого смартфона я каких-то глюков не заметил. Все вроде как работает, запускается. Вопросов у меня нету. Хотя единственный нюанс был. Я во время этого теста сравнивал несколько смартфонов. Еще тестировал Xperia 27 на 9, LG-шку. И пытался скачать Asphalt 9, который вроде как должен растягиваться на всю картинку. Redmi Note 7 почему-то Asphalt 9 в принципе не дает скачивать. Пишет, что не поддерживается. Это в принципе мелочь, но не очень приятно. И традиционно есть реклама. Ставите приложение, сразу выдает поставь какое-нибудь там приложение или купи Lace. Но в остальном, честно говоря, к этой прошивке предъявить особо нечего. Кнопки на экранной можно скрыть, поменять местами, управлять жестами. Смартфон поддерживает клонирование различных приложений. Хорошо работает с той же самой батареей. Можно включить суперэкономный режим. Все работает достойно. Samsung тот же просто другой. Я не могу сказать, кто из этих смартфонов по прошивке лучше. Действительно здесь каждому свое. Функционал у этих прошивок полностью близок. Просто надо смотреть, кому что нравится больше по внешнему виду. Зато большое отличие есть, конечно же, в связи. Во-первых, Redmi Note 7 поддерживает или две симпатикарты, или карту памяти. Прето мы говорили. Wi-Fi 5 Гц, к счастью, поддерживается. Зато смартфон не поддерживает NFC. Про это, конечно, много чего говорили. Но все-таки Redmi Note 7 все так же. В 2019 году, несмотря на то, что он официально продается в России, в мире и так далее, NFC здесь нет. И здесь, конечно, серьезное преимущество есть у того же самого Samsung. В лице одновременно и двух сим-карт, и карта памяти сразу. Есть и те же самые Wi-Fi 5 Гц. И есть NFC. Samsung Pay представленный. Можно поставить Android Pay для оплаты смартфоном. В этом плане, конечно же, Samsung A30 сразу бьет Redmi Note. И здесь вопросов, в принципе, нет. В общем, Redmi Note 7 однозначно мне понравился. И, конечно, по сравнению с предыдущими поколениями, если у вас нету смартфона, вы думаете купить Redmi Note 5, Redmi Note 6 или Redmi Note 7, однозначный вывод Redmi Note 7. А вот, допустим, сравнение с конкурентами здесь становится уже интереснее. Как раз в этом видео мы попытались показать, что надо бояться даже Samsung за эти деньги. Потому что при прочих равных Samsung имеет лучшую автономность, намного более интересный экран, поддерживает NFC, поддерживает две симки плюс карта памяти одновременно. При этом по производительности, да, в повседневной жизни он чуточку медленнее. Но это действительно чуточку. Большинство через уже пару часов использования это особо не заметят. А в играх, на удивление, Redmi Note 7 провалил тесты нормальные в игрушках. Троттлит, просто линтерн троттлит. И Galaxy A30 работает, в принципе, на тех же самых средних настройках, на которых комфортно играет Redmi Note 7. Потому что в играх получается смартфон одинаковый. Честно говоря, вот даже я из этих двух смартфонов, честно говоря, не знаю, что выбрал. Но для меня, на самом деле, уже важно наличие NFC. Однажды оплатив смартфоном, попользовавшись этим, вы понимаете, как это удобно. И сразу отсутствие NFC ставит крест на смартфоне. С другой стороны, не всем это действительно актуально. У кого-то не поддерживается на каждом углу оплаты телефоном. Поэтому для них, конечно, Redmi Note 7 будет более интересным конкурентом. Поэтому выбирайте, наверное, что важнее для вас. Более того, у смартфонов есть и другие конкуренты. И этой компанией Meizu, и у Nokia интересные модельки. Все эти смартфоны, и вот этот Galaxy A30, и Redmi Note 7 в разных цветах, наличием. И три года гарантии по ссылкам под видео в магазине QG.ru найдете. Если есть чем дополнить этот отзыв по Redmi Note 7, по Samsung, пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду рад. Ну и, конечно, задавайте вопросы под этим видео. Я их прочитаю и обязательно отвечу. На этом, пожалуй, прощаюсь с вами. Если хотите больше сравнений, тоже пишите комментарии, что с чем сравнить. Самое интересное обязательно возьмем, выберем. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока. Вот LG. Положили скрепку в пакетик. Ты понимаешь? А пакетик в пакетик. Как у этого? Как у Кощея Бессмертного? Как у Кощея Бессмертного? Как у Кощея Бессмертного?